всем привет с вами doom сегодня снова получил посылку сайта aliexpress такая долгожданная посылочка но это все будет позже расскажу вот такая коробочка вся опечатана желтым скотчем внутри как бы не совсем плотно упаковано все равно слышно что там что-то ездит туда-сюда почему-то продавец указал даже сразу два раза russian federation один раз маленькими буквами второй раз большими вот здесь как уже вы поняли из названия ролика iphone но какой пока говорить не буду увидеть и позже вообще сейчас с айфонами какая-то ситуация да в россии самые как считается дорогие в мире айфоны у нас в россии сейчас даже мой вот этот 4s уже стоит 20 тысяч я вчера вот заходил в связной стоит он 19 990 хотя я покупал его почти год назад за 13 тысяч новый запечатанный в мегафоне так что подорожал аж на 7000 хотя должен подешеветь да с выходом айфона 6 здесь в iphone который пришел не мне попросили меня заказать ну давайте вскрывать посылка долгожданным потому что нашла заказывали мы точнее аж 13 февраля 2015 года то есть уже прошло почти два месяца но из-за того что мы попали знаете в китай новый год празднуется в середине февраля вот мы попали именно на китайский новый год и поэтому вышла вот такая задержка но как бы все дошло просто так неудачно попали цену я честно не помню но на русский вышло около четырех тысяч с половиной рублей так все в коробочке пусто и здесь упакованы буквы 4 тут еще подарочки кстати забыл да не просто пленочки чехлы ну чехол обычный конечно и собственно сам айфон да это айфон 3g с но вот захотел человек 3g с нравится внутри джесс в магазинах российских вы уже его почти ну вообще нигде не найдете и пришлось вот заказы с алиэкспресса там можно купить также 4s 5s 6 по моему ну и различные другие как бы оригинальные айфоны читал я отзывы много заказов из россии как бы все пишут люди что оригинальный айфон так запечатано уже другую наверно пленку или хотя может они раньше так и продавались я как бы не имел дело с айфонами 3g с мне как бы больше всего нравится у apple именно вот 4s как бы для меня это идеал айфона и по дизайну как бы и по функциям меня все устраивает пока его менять не собираюсь пока на меня так сказать не сдохнет сам хотят будет вряд ли наверно быстро вот это вот все что пришло ну сделаю отдельное видео как это все будет работать да посмотрим собственно такая коробочка ничего сзади нету яблочко ну что давайте сразу скрывать смотреть что ж там китайцы прислали нам уберем так коробочка немного помялась в пути углы замяты и давайте смотреть ну тут еще в таком пупырчатом пакете смотрим что у нас еще тут есть комплект скрепочка ну или ключ кто как называет а где же наклеечки через 3g с их не клали я просто не в курсе так наушники USB шник и зарядочка с российской адаптером российским адаптером так ладно это все убираем коробочку теперь собственно переходим включению так здесь кнопочка ну вроде все без каких-либо царапин вот если сравнивать до 3g с и 4s немного 4s конечно побольше ну давайте включим так возможно он не заряжен до батарея на нуле черт так тогда сейчас я его заряжу потом посмотрим уже что получится ну что подзарядил я аппаратик все как бы работает с запуском все ничего проблем нету вот сейчас оп как бы здесь айвоз 6 и 1 стоит так сейчас чуть поближе приближе чтобы видно было все время 2128 тут что-то еще вам по-китайски написано не знаю как бы звук и заслышите как и оригинала смотрите как бы так довольно таки шустро работает я думал будет какие-то лаги как бы все-таки телефон тоже не мой так давайте посмотрим что тут у нас есть настроечки так основные и об этом устройстве так именно с айфон емко 6 2 гига да это на 8 гигов кстати его 601 вайфай сказать попробуем вайфай включить айтюнс все есть как бы так вот вайфай вот моя сеть дум так сейчас я введу пароль подключаемся к вайфаю посмотрим заодно работали вайфай да и вайфай он подключился зайдем сафари да но тот же youtube любимый нами всеми да кто еще смотрит только че то не знаю что так ну что тут еще у нас камеру давайте посмотрим такая камера удаляем всегда раньше вот когда до того как айфон купил всегда хотел ios 6 до 7 как-то не хотелось покупать но теперь я настолько привык к седьмому что как бы 6 вообще каким-то не знаю другим кажется как-то все не за некрасиво что ли хотя раньше вот когда покупал хотелось 6 ну все что тут давайте посмотрим музыка ничего нет наверно симки тоже нет и апп-стор долго что-то все грузится не знаю но в принципе все как-то все работает ничего не зависает бы я думал все будет как-то хуже вот такое фончик вот вот стоил он русские четыре с половиной тысячи рублей ссылочку я оставлю в описании кому интересно все всем спасибо за просмотр всем пока всем пока